Добрый день, уважаемые трейдер-инвесторы! Сегодня 29 февраля, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор линка для компании Instaforex, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, напоминаю, что мы продолжаем набор участников на бесплатный семинар по сломам в Москве, который пройдет этой весной. Те, кто хочет участвовать на определенных условиях, напишите обязательно в Телеграме, который находится под этим видео, либо на почту. Ну, а мы приступаем к обзору. Поехали! Добрый день, уважаемые трейдеры! Как для того, чтобы вытрусить из трейдеров побольше деньжат. Ну, а мы приступим к обзору. Поехали! Итак, начнем с катерочек золота. Очень такой плотный флетик идет сейчас по золоту, но напоминаю, что бычья тенденция пока еще держится. Пока держится этот минимум и он пробит не, скажем, истинным пробоем. То есть инструмент однозначно уже фактически почти три недели растет. Хорошо это плохо, не знаю для кого как. У нас по хаям такой вот, можно сказать, треугольничек по лаям тоже инструмент в него заходит. Куда бахнет, я думаю, на новостях будет понятно. Вчера осадили, конечно, новости по ВВП в США немножко припал, поэтому баксик здесь просел. Значит, пока я не вижу здесь каких-то интересных охот. Вот, ну, если вы пытаетесь цепляться в лонги, то я думаю, первой целью фиксации прибыли должны быть два вот этих экстремного. Приходим к паре евро-доллар. Пара евро-доллар прямо сейчас находится на сломе лонговом, который произошел сегодня на европейской сессии. До слома американской сессии мы не дошли, но, друзья мои, это еще, как говорится, не вечер. По-моему, это пела на Лайма Вайкуле. Вот так вот, так вот, так вот. Мы опять находимся в зоне, где мы пытались покупать от этого слома. И теперь мы практически по этим же ценам стоим на этом сломе. Значит, считаем риски от текущих. Ну, когда был тест, я давал этот сигнал в закрытом чате. Здесь было порядка 120 пунктов стопа при 600 пунктов возможных прибыли. Если отсюда не пойдут лонги, то второй точкой приложения вашего трехдолларового депозита будет слом американский, который произошел вчера. И здесь потенциал будет побольше, но и стопик тоже побольше. Хотя вы можете награничить убытки вот этим вот сломчиком. Ну, вот. Ну, и третий самый бы, не хотелось бы мне его чертить, но в рынке всякое может быть, да? То есть, если сегодня выйдут сильные новости по баксу, мы можем знатно просесть и тогда уже покупочки делать от этой зоны. То есть, три места. Раз, два, три. И чем дальше вниз, тем больше потенциал наверх, как вы понимаете, и видите на графике. Значит, что по целям? Цели все те же. Это вот эти два экстремума. Они остались, никуда не делись. Вот. И вполне-вполне бы расторговались. Но опять же, скорее всего, это может произойти сегодня в 16.30 на новостях по баксу, которые я сегодня уже анонсировал, которые будут разные, которые будут почему-то в одно и то же время. Опять же, если они скоррелируют друг с другом по слабости, то мы увидим хороший рост. Вот. Если они скоррелируют по зеленочке, то мы увидим падение. И от этого никуда не деться. Так, что касается австралийского доллара. Знатно припал. Напоминаю, что идея на повышение основывается на большой трехволновой структуре АБЦ, которая у нас прошла по окончанию прошлого года. Вот. Ну, там, с ноября по декабрь. Вот эта волна. Откат. Откат заканчивается двумя шикарными пин-барами. И мы сейчас имеем откат в зону этих пин-баров. И логично подыскивать лонги здесь. И сегодня, сегодня на, ну, скажем так, получается, на азиатской сессии был хороший прострел. Инструмент стоит чуть ниже сейчас лонгового слома. Вот. Но может отсюда бахнуть в лонги, друзья мои. Может. Может, конечно, дать еще один перелочек. Но цена вопроса. Вопрос цены, да. То есть здесь при рисках, ну, сейчас порядка ста. У вас первая цель, ну, тысяча. То есть здесь к одному только по первой цели. Может не пойти, конечно, дать еще здесь погулять. Вот здесь сам лонговый слом находится очень внизу. То есть вот этот весь, все движение вверх. Это, вернее, часть вот этого движения. Это одна недельная свеча. Здесь еще находится тоже сломчик. Но было бы круто, если бы он удержал вот это все дело. И мы ушли бы дальше наверх. И это все поломалось в лонги. И напоминаю, что большой план на повышение. Ну, его видно, в принципе, и на недельках, и на дневках. Если, ну, опять же, если все зависит опять от бакса. То есть сейчас, если новости выходят по баксу слабые, то эта свеча вся возвращается. И мы идем дальше наверх за вот этими хаями. Что, в принципе, может даже и поломать весь вот этот недельный тренд. Так что зона, в принципе, поиска лонгов правильная. Любой даже технически придурковатый аналитик начертит вам здесь всякие уровни. Да, и скажет, что, в принципе, здесь можно подлавливать что-то. Те, кто пытались купить просто от уровня, здесь уже повыбивало вот этими пенбарами. Почему бы здесь не пойти дальше? Но, опять же, кучка американских новостей. Сегодня, как обычно, порешают, порешают. Доллар-канализ пока стоит. Есть ему еще куда прогуляться здесь по хаям. Но, напоминаю, инструмент крайне нетехничный. И вот здесь пока с точки зрения охоты за стопами я ничего не вижу. Поэтому показывать тоже ничего не буду. Так, что касается фунта. Фунт очень-очень интересно стоит. Вот, и может подвалить, конечно. У него прям суперплощадка была. Он схлопнулся. Обратите внимание, что влетел именно в лонговый слом. Вот, знатно откупился. И пытается удержаться теперь от вот этого шартового слома. Но, его здесь тоже по-разному можно начертить. Либо он здесь, вот. Либо он чуть ниже. Ну, по идее, здесь. Ну, что может произойти по этому инструменту, друзья мои? Он может зарядить хорошую трехволновую структуру вниз. Опять же, если сегодня выходят новости по баксу сильные, то пойдет трешка вниз. И она может тут делов наделать. Мама не горюй. Все это, все может посыпаться. Поэтому будьте осторожны. Напоминаю, следующая неделя нонфармовская. Но сегодня новостей тоже хватает. Поэтому следите просто за вот чередой новостей. Просто фиксируйте их фломастером. Красный, зеленый. И смотрите, череду красных, череду зеленых. Они будут формировать на самом деле баксовый тренд. Ничего в этом нового нет. Так, что касается доллар-иены. Вот эта волна на ослабление бакса сегодня прошла на азиатской сессии. Она прошлась косой по многим инструментам. Кстати, и в иене в том числе. В иене сейчас аукцион очень интересный. То есть сверху площадка, снизу площадка. Какая удержится, пока непонятно. Поэтому я сейчас в этот инструмент не играю. Очень странный, очень странный. Если кого-то заберет с низ ложным пробоем, тогда полетит наверх, я так думаю. Ну, опять же, опять же, все зависит от направленности вечерних новостей. Так, что касается у нас нефти. Нефть чудит. Чудит уже все площадки наверху, на низу. Вот. Но то, что я вижу снизу, конечно, интересно. Интересно. Должно отработать на понижение вот эта площадка. Но пока какого-то классного слома я здесь не вижу. Биткоин вообще сорвался с цепей. Там за 60 косарей стоит. Не знаю, сейчас вот торговать. Ну, не знаю, не знаю. Прям уже какие-то фиксы. Прям все летит к чертям. Держится все лонговые сломы. Очень прикольно. Но мне даже не это интересует. Мне интересует то, что весь лонговый тренд, он ведь начался. Ну, как минимум, последние, да, последние вот эти забросы, они начали с простого лонгового слома. Это сейчас кажется, что его здесь не видно. Но если вы просто сместите вот так, да, то увидите, что ложный пробойчик, от него лонговый слом, потом возврат к нему и тудим он. Обычная история. Здесь невероятное соотношение, если вы работаете по сломам с процентом от депозита. Так, что касается индекса бакса. Индекс бакса тоже перешел в какую-то флетовую зону после своего нарушения своей лонговой тенденции. Есть куда падать. Есть цели внизу. Но я думаю, что сегодня все обозначит новости на Америке, которые трейдеры будут сравнивать со вчерашним ВВП. То есть ВВП вчера вышла красная, если сегодня выйдет краснухи, то краснуха, то баксу, конечно, будет печаль. Но если новости будут разнонаправленные, то это будет, как бы, ну, такое для трейдеров тоже разнонаправленный сигнал. То есть нам нужны одноцветы в новостях, которые идут один за одним. Так, что касается индексов, индексов, пока ничего любопытного. СНП, Насдаке, все на хаях. После гэпчика все стоит. Европа в космосе тоже все. Никаких сломов, ярко выраженный тренд. Ничего пока любопытного нет. Так, что у нас? Экспирация по газу прошла. У нас новые ценнички. Стоим мама не горюй. Вот, но те, кто не успел фиксануться перед экспирацией, тех открыла вчера по не очень приятным ценам. Ну, друзья мои, такое бывает. Но в любом случае инструмент пока подрастает. Вот, и если даже вас вчера открыло, то сегодня вы еще находитесь в плюсах. С доллар-франкой дальше мне интересует сеточный метод торговли. Здесь пока инструмент не дошел до зон наших интересов, не трогаем его. Канадец иена тоже мне интересует ниже лоу текущего года. Здесь пока никак. Обратите внимание, Канадец иена сдулась после пробоя черного зеркального уровня. Если вы здесь набирали и вам насыпало два косаря, можете подфикситься. Но напоминаю, что основной целью фиксации прибыли должна быть вот эта площадка. У Франк иена та же самая история. Иена сегодня везде дала укрепления через разные инструменты. В том числе и здесь я жду возврата к этой трендовой линии, если вы здесь набирали сетки. Ауди-кат жду лоу года для набора сетки лонгов. Новозеландец Франк жду ниже лоу текущего года. Шаг здесь не менее 1000. Австралиец-новозеландец пока не дошел до зон моих интересов. Пока не трогаем. Еврокат прет как танк. Напоминаю, что зона покупок, я ее обозначил. От зоны покупок у нас должно быть 6 косарей. Прошли только почти 2. Инструмент очень потенциальный нарос. Евро-франк пока не трогаем. Евро-Ауди. Меня интересует сетка шортов выше вершины прошлого года. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Поехали. Здравствуйте, Андрей. Можете сказать, какая у вас стратегия. Можете сделать отдельное видео. Уважаемый, Додж. Назовем вас Додж. На YouTube-канале ИнстаФорекс есть раздел, который называется плейлисты. И здесь, и здесь вы можете найти плейлист, который называется мастер-класс от Андрея Шевченко. Здесь большое количество мастер-классов, которые раскрывают суть моего торгового метода. Так, здравствуйте, Андрей. Газ нехороший. Я думал, что откроется выше двух. Есть плейлистный убыток. На склеивании контракта. С 9 часов мимо пролетело 161 бунт. Значит, чтобы просто отбить, нужно дойти до 2 и 2,5. Но газ стоил гораздо дороже. Почему нет? Просто сидите и радуйтесь, что он как минимум пока растет. Непростой инструмент, да, но был шанс, что он мог вырасти гораздо раньше, чем после экспирации. Так, Австралист, Тузимон, Фантазии. Что там? Ладно, подождем, посильнее поржать. Уважаемая Сандра Звезда, если вы любители поржать над чужой аналитикой, я приглашаю вас в наш телеграм-чат, где мы будем обсуждать ваши торговые идеи, желательно с результатами. И тогда, я думаю, нам будет всем смешно, и мы будем в эту игру играть вместе. Напоминаю, друзья мои, что по каждому видео с моим участием есть масса полезной информации. Есть тайм-коды, с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям. Почта для связи, которую я сегодня обязательно прочитаю. Есть открытый телеграм-канал по трейдингу, который я наполняю интересными темами. Здесь мы проводим конкурсы. Напоминаю, что есть телеграм-чат по трейдингу, где вы можете задавать, в том числе, мне вопросы, либо предлагать свои торговые идеи, либо обсуждать другие. Напоминаю, что с ИнстаФорексом у меня заключена уникальная партнерская программа, через которую вы можете не платить свопы, торговать на ультра-спредах, и попасть в мой закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. До встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok